У женщины должна быть надежная профессия, которая могла бы ее при любых обстоятельствах прокормить как минимум. Я первая ученица, на пятерке закончила школу и не поступила. А зачем? Ну а если женщина удачно вышла замуж? Знаете, обо мне многое что говорили. Может быть категорично, может быть слишком риска. Да, есть такое. Сказать, зачем же вы бьете женщину? Забитого двух небитых дают. А когда вы себя чувствовали прям счастливой? Последний раз, когда мама выздоровела. Недавно очень сильно болела. Стелла Ивановна, здравствуйте. Здравствуйте. Знаете, такая была задумка поговорить с какой-то женщиной о том, что женщина, наверное, человек такой же конкурентный и в каких-то сферах, которые считаются сугубо мужскими, по крайней мере в таком, в широком смысле, например, политика. И мы никого более компетентного в этом вопросе, чем вы и не придумали. Сколько лет вы уже занимаетесь политикой, потому что карьеру вы свою начали в другой сфере? Ну, мне кажется, вы просто плохо искали. Я думаю, что сейчас гораздо больше женщин, молодых женщин, состоявшихся женщин, которые могли бы быть вам интересны и которые активно занимаются политикой. Ну, я бы не сказала, что я так профессионально занималась политикой, потому что выбрана моя профессия, юрист, право, политика – это всегда были такие вещи очень тесно примыкающие. Ну, я не скрываю, что если расценивать пионерскую дружину или бюро комсомола как политика, то это уже давно. Вы учились на юриста? Да, я закончила Алтайский университет, тогда это был еще юридический факультет. Наверное, это же всегда было одно из самых престижных, сложнее всего поступать. Почему туда решили? Ну, я могу сказать, что когда я поступала в 80-м году, конкурс был колоссальный, потому что всего 75 человек, не то, как сейчас, 300 человек набирают. Я считаю, что это просто профанация юридического образования. И я первая ученица, на пятерке закончила школу и не поступила. Для меня это был, конечно, такой удар. Ну, тем не менее, этот удар меня закалил. Выбор был осознанный. Я класса с 8-го хотела быть юристом. Мой папа заканчивал юридический факультет. Но, правда, так судьба сложилась. Он совсем немного работал по специальности, а потом ушел на завод кормить семью из трех детей. Вы не поступили. Что стали делать? Ну, неделю лежала на диване. Мне было стыдно на улицу уйти. Мне казалось, что все меня осуждают. Как это так? То есть превратилась в какое-то изгое. Внутреннее такое убеждение было. Но потом знала, что было свободное место. И пошла секретарем машинистской в прокуратуру Ленинского района. И работала. Вот ваши коллеги, ваши однопартийцы вас характеризуют как человека, который всегда, несмотря на какие-то там ситуации, которые происходят, который всегда очень позитивно настроен, всегда умеет как-то собраться. Какие качества вообще, вы считаете, вам помогли в итоге и поступить, и как-то себя привести в форму и дальше карьеру делать? Ну, знаете, есть такая как бы не поговорка какая-то, что в жизни должно повезти в двух случаях. У кого родился и у кого учился. Вот я из обыкновенной простой семьи. Но родители мои были очень трудолюбивые и были есть, Боже, дай Бог им здоровья. Я старшая, старший ребенок из троих детей, поэтому груз ответственности был на мне. Я всегда понимала, что нужно. Вот спорт, я всю жизнь занималась спортом. И вот такая мобилизация, наверное, как-то вот. Все в совокупности. Трудолюбие, безусловно, чувство ответственности. То есть я не могла там лечь спать, не выучив уроки. Это безусловно. Вот. Позитивное отношение к жизни. Сейчас, наверное, разрушилась такая стеклянная стена. Все думают, что нужно родиться каким-то человеком, и чтобы эти качества были врожденные. Но то, о чем вы говорите, это качества приобретенные. Потому что трудолюбие, дисциплина, мне кажется, это то, что человек сам для себя делает выбор. А у вас есть вообще какие-то такие приемы, когда вот вам не хочется, но надо? Ну, безусловно. И что вы делаете? Как Мюнхгаузен. Поднимаю себя за волосы и иду. Ну, иногда и полениться можно. Не без этого. Ну, в таких, в личных каких-то моментах. Пробежать не 10 километров на лыжах, а 5. То есть, ну, сегодня мне лениво 10, я поэтому пятерочку сокращу, да? То есть, но не пойти на лыжи, такой вариант вы не рассматриваете? Или можете там залечь дома? Нет, я люблю двигаться, потому что в течение недели рабочей как бы это сложно. Поэтому, когда есть возможность, я люблю и на велосипеде проехать, и на лыжах. Для меня это не проблема. Ну, у вас девушки, дочери. Вы вот когда какие-то им, наверное, передавали там материнские мудрости. Ну, понятно, что ты там не садишься на диване и говоришь, вот, дочери, слушайте меня. Но вот что для вас было важно донести до своих детей, чтобы вы понимали, были за них спокойны? Ну, мне было очень важно, чтобы они получили хорошую профессию. Потому что у женщины должна быть надежная профессия, которая могла бы ее при любых обстоятельствах прокормить как минимум. А зачем? Ну, а если женщина удачно вышла замуж? Нет, я такой вариант не рассматриваю. Ну, пусть это будет совокупности, и удачно выйти замуж, и иметь хорошее образование. Поэтому такие задачи мы ставили перед нашими детьми. Вот, я думаю, что у старшей, у младшей, у дочери, хорошее образование, наш университет, также юридический факультет, вот, младшая еще в магистратуре учится. Вот, поэтому я думаю, что, ну, они разные, они не все качества, конечно, они самостоятельные, как личности, самодостаточные, и мне это очень импонирует. Но у нас не одни девочки, у меня есть замечательный внук. А, у вас есть и внучка? У меня есть и внучка, но у меня есть и внук, замечательная внучата моя. Это вообще разные подходы в воспитании девочек и мальчиков, как вам кажется? Ну, сказать, что я сильно воспитываю внуков, просто мне приятно с ними общаться. Вот, просто внуку 8 лет, он у нас такой славный, он занимается шахматами, он очень хорошо учится, и он такой прям, прям такой надежный, такой мальчишечка. То есть уже жених уже будет такой, за которого девчонки будут биться, да? Ну, надеюсь, надеюсь, что тоже как бы вот у него хорошая наследственность, и у него должно в жизни все получиться. Я вот тут, когда готовилась к интервью, смотрела вашу биографию, и вот там есть два года, да, перерыв в вашей работе, в политической. Как будто бы это получилось, ну, естественным путем, вы не прошли праймерис, ну, всем было понятно, что их можно было пройти, вот так. Как вас отлучили? Что вы вообще испытали? Вам обидно было, что после стольких лет как-то вот вас так оттерли от этой работы? Ну, обида – это же грех, поэтому даже не знаю. Я уже неоднократно высказывалась о своих ощущениях в тот период жизни. Это был не первый раз такой удар ниже пояса, будем так говорить, таким спортивным. Он у меня, не меня закаливают такие удары. Да, были определенные психологические моменты, оценивала ситуацию. Вот, ну, как говорится, забитого двух небитых дают, поэтому, опять же, учитывая то, что у меня была профессия, я могла не потеряться в тот период. Вот, я начинала работать, начала работать дальше, вот. Как вы справлялись? Вы как-то сами себя мотивировали или, может быть, вы там к психологу пошли сейчас, модная тема? Нет, нет. Тогда я уже на лыжах бегала не 10 километров, а 15. Я нашла применение, я подала заявление в коллегию адвокатов, сдавала экзамен, будучи кандидатом юридических наук. Это было очень забавно, когда комиссия состояла практически всех кругознакомых. Но все равно это была другая совершенно астезия. Но я поняла, что адвокатская деятельность – это немножко не мое. Почему? Ну, там есть специфические аспекты, которые, ну, наверное, сложно мне было воспринимать. Ну, опять же, вот ваши коллеги говорят о том, что вы человек очень справедливый. Насколько вот это вот ваше ощущение справедливости диссонирует с работой адвоката, например? Нет, я бы так не сказала, диссонанса нет, потому что в любом случае справедливость ты пытаешься своего клиента защитить. Вот, не говоря на белое-черное, а пытаться разобраться в той или иной ситуации и правильно применить закон, оценить ситуацию, в которой твой клиент оказался и когда пришел к тебе за помощью. Договориться с оппонентом в хорошем смысле слова, то есть в плане медиации, в плане находишь денег, какого-то компромисса – вот это удавалось и получал удовольствие. Слушайте, ну, насколько я знаю, у вас очень есть хорошие друзья, там, такие люди, скажем так, влиятельные. Никогда не приходило в голову для того, чтобы решать какие-то вопросы, например, там, использовать каких-то своих друзей, там, попросить? Ну, если вы хотите сохранить дружбу, никогда не ведите с друзьями бизнес и не решайте вопросы, которые бы ставили потом под угрозу дружеские отношения. Я думаю, что если так вот руководствоваться этим, то можно сохранить и дружеские отношения, и решение других вопросов. Ну, в любом случае, добрые личностные отношения, они никогда не помешают в решении каких-то задач. Когда так случилось с АКЗС, у вас же там тоже были люди, наверняка, с которыми у вас сложились отношения. Вы не пробовали с этими людьми каким-то образом тоже вопрос этот порешать? Нет, я бы просто их поставила в тот период неловкое положение. Зачем? Вот. А дружеские отношения продолжались, и никоим образом от того, что я в 16-м году не была избрана депутатом, не помешали. Также не помешало, когда я не стала замглавой администрации города Барнаула, продолжать дружить с теми людьми, которые были искренними моими друзьями. Они дружили с тем местом, которым я занимала. Ну, смотрите, у вас никогда не было идеи и пойти напрямую обсудить, например, с бывшим губернатором вопросы, которые у него были. Спокойно, по-взрослому обсудить, мол, какие у вас ко мне претензии. А зачем? Нет, эта тема вообще не обсуждается, сейчас не обсуждается, и в тот период я не считала это нужным. Ну, а вы когда-нибудь вообще пользовались тем, что вы женщина? Никогда не было идеи, например, прийти и так немножко притвориться слабой и сказать, зачем же вы бьете женщину? Помните фильм был, Морецкая играла? Вот я стою перед вами, простая русская баба, да? Мужем битая, большими этими кулаками стрелянная. Поэтому нет, я думаю, что, ну, элемент кокетства в женских каких-то моментах, он все равно присутствует. Это просто генетически, природно, ты волей-неволей, так или иначе, может быть, не так, что откровенно этим пользуешься. Я это не приемлю, вот мне сейчас, например, не нравится, как говорите, давайте там в партийные списки включим такое-то количество женщин. Зачем? Это как-то... 12% женщин должно быть, да? Это как-то... Это раньше, это период так волнообразно это поднимается, там такой вот гендерный фактор. Нужно доказывать, наверное, другими, не принадлежности к полу, а другими аспектами, в том числе профессионализмом, коммуникативными моментами, другими. Ну, в некоторых партиях, ну, и в «Единой России», и в некоторых партиях тоже женщины на первых ролях. Нет, я же не отрицаю, они на первых ролях в силу не гендерного аспекта, а в силу профессиональных таких оценок. А так, чтобы квоты, эта тема же постоянно поднимается, давайте будем квотировать. Да, давайте будем квотировать, но если их нет, этих женщин, желающих идти в политику, например, что делать? Будем набирать всех. Нет, я не думаю, что будем набирать всех, будем просто эти вопросы отрабатывать, допускать с самого низа, расширять. Сейчас посмотрите, сколько молодежи активной, которая и в волонтерском движении, и в других аспектах, поэтому... Ну, сейчас же много, да, работают с кадрами, мне кажется, в том числе и с будущими политиками, и вот этот молодежный парламент. Конечно, посмотрите, приятно, «Снежный десант», была в свое время в «Снежном десанте», и так приятно тут, когда не в этом году, в прошлом провожали, так хотел сказать, ребят, возьмите с собой «Снежный десант». А вы вообще как, как-то вспоминаете, у вас была вот эта вся романтика советская в «Снежном десанте», когда гитара, песни, вы любите это? Я это очень люблю. Обычно люди, когда добиваются какого-то статуса и какого-то там финансового статуса, зарабатывают приличные деньги, они, многие говорят, нет, 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 я больше в горы не хочу, палатки это уже не мое, вот Мальдивы какие-нибудь. Хорошие отели, вы как любите отдыхать? По-разному. То есть, дорогие отели тоже любите? Ну, не дорогие, а люблю, ну вот, к сожалению, вот из-за такой ситуации, а так у меня был замечательный отдых, я со своими внучатами на майские праздники, мне их доверяли, и мы вот с ними ездили отдыхать в Турцию, это было замечательно. В то же время я очень люблю активный отдых, то есть, это вопросы, касающиеся там в поход на Мультинские озера, вот, поэтому разные. Вот, я люблю ездить к своим друзьям в Алтайский район на Моральник, там, ходить в горы, люблю на лыжах горных кататься. Вот такое, какой-то там экстрим, может быть, какая-то такая? Нет, нет. Горные лыжи, это не экстрим, это просто со скоростью 102 км в час спускаешься с горы, и абсолютно… Ну, так, потихонечку, вот, были опять с внучатами два выходных назад на Манджироке, замечательно катались. Да, там же сейчас новую сделала, новую подъемную. Да, и там снег был хороший, прям в такое удовольствие. Рада, что внуки мои катаются на лыжах, потому что девчонки мои катаются на борде. Да, и они пытались их приучить на борде, но пока бабушка победила, и это моя компания, мы катаемся на лыжах. Ну, говорят, что в младшем возрасте лыжи более безопасны. Но мне, как сноубордистке, кажется, что лыжи – это совершенно самоубийственный вид спорта, абсолютно неуправляемый вообще инвентарь, в отличие от сноуборда, который ты поставил поперек, и все, уже не едешь. А лыжи там надо как-то исхитриться, извернуться. Что касается вашей карьеры, у вас вообще были мысли, когда вы были, скажем так, отлучены, начали эту новую карьеру, уже адвокатскую? У вас были мысли, что вы никогда не вернетесь, например, в политику? Ну, было бы лукомством скрывать, что я просто это отрезала, и все. Нет, мне это хотелось, потому что мне это вот именно в таком профессиональном плане интересно. Может быть, даже не больше политика, а законотворческая деятельность. Но это все равно право, политика, я еще раз повторяю, это очень тесно примыкают. Вот даже когда мы учились в советском, в советский период, что право это политически, все эти аспекты выражены в законах. Поэтому мне, безусловно, было, так скажем, такая вот ностальгическая часть. Мне казалось, что я еще не реализовала весь свой потенциал в этой части. И когда вас пригласили на беседу с Виктором Томенко, вы вообще что испытали? На что вы надеялись, вы знали, для чего вас приглашают? Ну, я надеялась на то, что я буду заниматься настоящим делом, который я люблю. Имеется в виду вот юрист, законодатель в этом плане. Ну, в той должности, которую мне предложили, мне, безусловно, профессионально было очень интересно. Ну, вот та должность, которую вам предложили до того, как вы ее заняли, она была, ну, со стороны это выглядело абсолютно бессмысленной технической должностью, который человек, который расставляет запятые в законах. Ну, это вот очень, если утрировано, наверное, казалось со стороны. Когда вы пришли, вы как-то понимали, ну, что можно улучшить, что вы сами внесли, как вы считаете вообще, вот в эту историю? Ну, расставлять запятые тоже надо умеючи, потому что иногда от запятых казнить нельзя помиловать, может зависеть от судьбы человека. Поэтому в этой части тоже надо уметь это делать. Ну, я видела, что такой институт был действительно как бы такого технического порядка, но я считала, что мои коммуникативные потенциальные возможности, зная депутатский корпус, вопросы, конечно, конструктивного взаимодействия фракций, законодательной и исполнительной власти, это большой спектр вопросов, это и различные совещания, круглые столы, выездные заседания комитетов, и контрольные полномочия, правительственные часы. То есть не только принятие законов, но вот эти вот все вопросы, вот, отработка каких-то политических аспектов в законе, особенно касающиеся вопросов социальной защиты, инвестиционных законов, вопросов, касающихся вообще формирования, так скажем, налоговой политики, бюджетной политики через законы, это очень важные моменты, и нужно понимать требования момента, желания, ну, например, предпринимательского сообщества, как это реализовывать, доносить эти моменты вместе с соответствующими комитетами. Ну, вообще, сейчас, если смотреть, что сейчас происходит в законотворчестве, например, на федеральном уровне, то, чем вы занимаетесь, это должность расстрельная, ну, как мне кажется, потому что очень много принимается законодательства, законов, которые, ну, скажем так, людьми как-то плохо воспринимаются, люди могут быть не готовы к этому, люди против каких-то таких законов, считают их, там, излишними, закон, там, какой-нибудь, там, цензуре в интернете и прочее. Вы сами как оцениваете? Не, ну, знаете, законотворчество всегда было непростым. Я думаю, что, может быть, это не совсем, ну, законы должны профессионально готовиться. И депутатский корпус должен изучать иногда, и юристы в органах исполнительной власти, которые никогда не занимались этим, и пока навык придет в подготовке того или иного законопроекта. Вот, ну, я считаю, что, может быть, мы иногда, мы, имеется в виду субъекты законодательной инициативы, не всегда объясняем, почему такой смысл в том или ином законе, почему именно. А где-то можно признать ошибку, что да, мы здесь ошиблись, мы здесь неправильно отрегулировали те или иные общественные отношения, которые возникли в обществе. Поэтому по-разному можно относиться. Опять же, возвращаясь, например, как нас учили в советское время, что социальная справедливость, право тоже должна присутствовать. И вот эта социальная справедливость, она должна быть в тех нормах, которые это регулируют. Ну, конечно, есть моменты, которые на федеральном уровне иногда субъектами воспринимаются по-разному. Мы все-таки, может быть, более смело давать какие-то моменты, регулировать субъектам, потому что мы разные, так же, как у нас разные муниципалитеты. И нельзя равнять, например, там, Баевский район с Первомайским районом по жителям, по экономическому потенциалу, по многим вопросам. Объясните, почему нельзя равнять? Вот почему, например, грубо говоря, для жителей Баевского района... Нет, 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 давайте условно, но давайте тогда условно... Как-то, может быть, на примерах будет понятнее, но почему, например, одни и те же законы не всегда могут одинаково работать, допустим, в Москве и в Барнауле, ну, в Алтайском крае и в Москве? Ну, мне кажется, вы задали мне риторический вопрос, потому что, ну, экономическая ситуация в территориях, она так или иначе влияет на моменты, ну, например, там, какие-то меры социальной поддержки, вот, например, тоже в Калужской области, которая считается, или Белгородская область, которая считается очень потенциально емкие в таком социально-экономическом развитии. Вот мы можем сказать, что, например, вопросы земельного регулирования на Алтае нельзя равнять с Тверской областью по моментам, касающимся наших территорий, наших вопросов. Например, специфика нашего размещения, также медицинских учреждений, она иная, чем в других территориях. Поэтому вот эта специфика, она позволяет все-таки больше давать возможности, еще раз повторяю, регулирования субъектам, тем более в Конституции сейчас пласт перераспределения полномочий, очень много вопросов теперь совместного ведения федерации и субъектов. Будем дальше отрабатывать это. Но вы вообще как-то испытываете сложность, например, из-за того, что Алтайский край, будем прямо говорить, значительно беднее, чем Москва. Например, я знаю, что очень многие родители, каких-то детей с какими-нибудь орфанными заболеваниями, с редкими заболеваниями, они часто критикуют именно в Алтайский край в том плане, что закон, например, есть о том, что край правительства должно обеспечить определенными лекарствами. Закон есть, а лекарств нет. У вас есть какие-то полномочия, например, ну не принимать, вот денег нет, и взять и не принять закон о том, чтобы обеспечивать жизненно важные лекарства. Если это требование федерального законодательства, мы не можем не принимать эти вопросы. Ну а если нету этих денег, то как? Что, например, делать родителям? Уйти в суд? Я думаю, что вы эти вопросы задаете не по адресу. Но вы же все-таки юрист, например, юридический совет. Совет не с вашей должности, а, например, как консультанта юриста. Вы бы что посоветовали, например, в такой ситуации? Не сложно ответить на этот вопрос. То есть вы никогда себя не можете так отделить от своей должности сейчас и, грубо говоря, покритиковать свою же деятельность? Ну в каком аспекте критиковать? Когда некоторые федеральные законы ставят в сложную ситуацию субъекты, есть такие позиции. Поэтому тут не критика, а просто договариваться, отрабатывать совместные варианты. Но такие прецеденты есть, да? Вы согласны с тем, что... Ну вот, например, такие прецеденты, которые вызвали такой большой общественный резонанс, это предоставление жилья детям-сиротам. Мы знаем, что сегодня очень сложно принимается федеральный закон, и практически туда надо вносить изменения, потому что мерами только регионального этот вопрос не решить. Поэтому здесь мы понимаем, что нужен федеральный закон, который, а, сказал, что эту проблему будет решать, б, должен быть закон, который эту проблему решает. Мы сейчас на февральской сессии будем рассматривать закон о дополнительных мерах поддержки детей-сирот в части предоставления жилья, ну как дополнительная мера на региональные денежные средства. Вот пример, где нужно дальше отрабатывать, чтобы была до конца доведена федеральная тема решения этой проблемы. Как вам сейчас работает СВКЗС? Потому что, когда, например, был прошлый губернатор Александр Богданович, многие депутаты кулуарно жаловались, что практически работают нажимателями кнопок под нужные решения. Сейчас изменилась эта ситуация? Есть какие-то реальные полномочия у депутатов? Нет, ну конечно. То есть у нас, я иногда выхожу так, извините за натурализм, с мокрыми ладошками из заседания той или иной фракции, доказывая необходимость принятия того или иного закона вместе с моими коллегами из органов исполнительной власти. И поэтому сказать, что мы так в легкую заходим, нет. Все депутаты самодостаточны, со своим мнением. И поэтому такого вот видеть в них, это было бы обидно, если бы я сейчас так сказала про своих коллег депутатов. Я так никогда не рассуждаю, никогда не рассуждала. Убеждать, договариваться, это должно быть. А есть какое-то к вам предвзятое отношение в связи с тем, что вы представитель одной из партий? Самая крупная причем. Ну, вы знаете, так явно, наверное, нет, учитывая, что с Молотовым Александром Владимировичем мы коллеги по профессии, мы закончили один факультет, и как бы профессиональных интересов много есть. С Владимиром Владиславовичем, лидером фракции ЛДПР, тоже было очень много, и есть много точек соприкосновения за пределами парламентского центра. Но я Марию Николаевну не знала до значения на должность. Но, тем не менее, я всегда присутствую на заседаниях фракции. И такой предвзятости, ну, может быть, когда меня нет, что-то обсуждается. Но стараюсь, чтобы все-таки был приоритет такого надполитической ситуации, когда я докладываю закон от имени губернатора и правительства. А есть у вас, грубо говоря, коммуникация в обратную сторону? Бывают ли такие прецеденты, когда вы можете пойти в правительство и губернатору и сказать, уважаемый губернатор, вот такая-то, такая-то история, вот ее можно пересмотреть, потому что мы это обсудили с депутатами, обсудили с фракциями, и, возможно, то, что они предложили, будет лучше, чем то, что мы изначально придумали? Ну, напрямую к губернатору, конечно, я так не говорю, потому что сначала мы обсуждаем этот вопрос с профильным министерством или управлением, с курирующим вице-губернатором. Но я вот могу привести пример, когда была тема, когда Белокурихинское городское собрание заходило с корректировкой размера курортного сбора и с приостановлением платы курортного сбора. Активно эту идею поддерживал депутат законодательного собрания от Белокурихи Дюмин Александр Александрович. И когда не совсем эта тема воспринималась соответствующими органами исполнительной власти, потому что это бюджетное наполнение, курортный сбор. Но, тем не менее, мы понимали, что Белокуриха в период лета оказалась в очень сложной ситуации. И вот такое консолидированное решение депутата городского собрания позволило нам нести изменения. И губернатор прислушался к мнению депутатов Белокурихинских, депутатов законодательного собрания. Мы внесли соответствующие изменения. Ну а вам по-человечески с кем проще работать? С новым правительством или со старым было? Ну, я не так сильно контактировала со старым правительством. Со старой администрацией. Со старой администрацией. Потому что правительство началось работать с января 2017 года. Но все равно были вопросы. Потому что, если вы помните, я вела вопросы комитета по местному самоуправлению. Больше вот в этом аспекте. Большой пласт работы с органами местного самоуправления, с главами муниципалитетов. Я, в общем-то, поэтому и спрашиваю. Потому что последние годы, мне кажется, работы Александра Богдановича, они запомнились тем, что он стал больше полномочий как будто бы передавать в муниципалитеты. Я помню одно из собраний, когда люди говорили, как мы можем сейчас увеличить процент собственных средств в бюджете, если мы к этому совершенно не проделали большой путь. И как это будет за один раз. Должны посмотреть, сколько у них недоимки по земельному налогу. И всем депутатам стать. И пойти собирать земельный налог, который поступает в местный бюджет. Ну, это так, как пример. Поэтому... То есть вы с ними вот так разговариваете, ребята? Все депутаты местные встали и пошли? Я так не могу разговаривать, я не разговаривала. Но, как говорится, под лежачий камень вода не течет. То есть, конечно, не всегда просто я в своей 15-летней трудовой деятельности в муниципалитете Барнаула понимала, что налоговый потенциал никогда не хватает. И есть моменты. Но есть территории, которые имеют там нулевую недоимку по земельному налогу. А есть, которые там двух-трехлетнюю. Это тоже вопрос, почему так. Поэтому здесь по разной ситуации складывается. Есть депутаты местные, которые вместе с администрациями работают над совершенствованием этих вопросов. Тоже корректировка размера арендной платы за землю. Когда у нас в Алтайском районе была арендная ставка такая же, как в Бурлену. Вы понимаете, что такое Алтайский район и что такое Бурлинский район. И вот такие моменты, конечно, логике не поддавались. Это такие локальные примеры, которые я помню из той жизни. То есть вы все как-то держали на контроле? Потому что еще я знаю, что очень многие говорят о том, что вы до сих пор один из таких, наверное, самых грамотных в Алтайском крае экспертов именно по работе с муниципалитетами. Я знаю, что к вам обращаются там за консультациями по этому вопросу и журналисты и прочее. А по этой работе вы не скучаете? Мне кажется, наверное, эта работа-то такая живая. Более какая-то отдача чувствуется в ней. Ну, я здесь тоже не скучаю и на то, чем я занимаюсь. Ну, а местное самоправление-то просто был мой профессиональный интерес. У меня диссертация была по местному самоправлению. Поэтому так или иначе, как знаете, что не делаешь, получается, автомат Калашникова, так и у нас. Чем не занимаешься, так или иначе вопросы местного самоправления затрагиваются. Ну, в Алтайском крае, наверное, это еще более актуально, потому что многие говорили про то, что вы были очень классным депутатом. И поэтому... Ну, знаете, я по-моему многое что говорила, поэтому если ко всему прислушиваться... Не прислушиваетесь то, что вы... Прислушиваюсь. А как вы это используете? Ну, оцениваю. Может быть, я действительно, когда читаю о себе не очень лестные моменты, конечно, меня это окорчает, безусловно. Вот. Ну, а вы можете это принять не как ядовитое что-то, а как критику, например? Бывает такое, что что-то прочитаете и думаете? Ну, да, возможно. Безусловно, безусловно. А можете привести пример, что вот так вы где-то увидели, услышали и что заставило вас что-то изменить? Так, сходу, наверное, сходу, наверное, не возьму, не скажу. Но больше всего меня радует, что меня никогда не обвиняли в некомпетентности. Ну, это сложно, когда человек компетентен. А может быть, в каких-то личностных аспектах? Ну, может быть, слишком, может быть, категорично, может быть, слишком рискально. Да, есть такое. Может быть, можно было немножечко помягче и не так говорить то, что ты думаешь. Может быть, лишний раз промолчать. Ну, было у вас такое, что вы правда себя где-то останавливали? Да. Или все-таки стараетесь? Ну, конечно, конечно. Иногда, может быть, просто не стоит, как говорится, человека лишний раз убеждать в том, что он не прав, если это не понимается. Поэтому, может быть... А статус человека для вас является тем стопом, который, например, бы вас остановил в том, чтобы вы сказали правду или нет? Ну, определенный элемент субординации, он всегда присутствует. Поэтому здесь можно очень... Если это вредит делу, то, может быть, и нет. А если это ради дела, то, может быть, и стоит где-то поспорить, где-то доказать, несмотря на какие-то должности. Ну, а вы считаете, это женские черты? Или все-таки вы так состоялись в такой конкурентной, все-таки, мужской, все равно, более среде, благодаря тому, что это черты такие, может быть, более мужские? Ну, здесь же не о женском и мужском, как говорится. Ну, есть какая-то передача? Да-да-да, мужское и женское. Но там лучше не смотреть. Нет, это я даже просто по силу времени, как он там идет, и вот. А мы же говорим о принятии решения в рабочем порядке, поэтому я думаю, что здесь больше все равно я в очередной раз говорю о том, что если ты профессионально доказываешь, а не какой-то впадаешь в истерику, то это более конструктивно принимается. А когда вы себя чувствовали прям счастливой в последний раз? Ну, наверное, когда внук родился 8 лет назад, потому что у нас, еще раз говорю, все в основном девочки были. В последний раз, когда мама выздоровела, недавно очень сильно болела. А что вас может сделать вот в бытовом плане счастливой? Ну, вот просто, например, утром вы встали, чувствуете, что настроение такое не очень, и как-то хочется его улучшить. Что бы вы сделали? Погладить кота. Выпить хорошую чашку кофе. Ну, хотя я больше люблю чай хороший. Меня папа приучил, мы всегда дома заваривали вкусный чай. И люблю чай больше, чем кофе. Я люблю открытое окно, свежий воздух. Может, мы там с дочкой ругаемся, и холодно, мне жарко, поэтому так периодически. Такие совершенно нормальные радости. А вот женщина, которая реализовалась и в семье, и в работе, какая может быть мечта? Вот вы о чем мечтаете глобально? Глобальным? Не быть обузой в старости своим детям. Это очень сегодня смотрю, и меня это немножечко страшит, поэтому в глобальном плане хочу быть счастливой. Я есть, поэтому. Но есть небольшие моменты, но ничего. Это пусть будет так, пусть не будет хуже. А небольшие моменты, которые вас расстраивают, или не позволяют вам почувствовать себя полностью счастливой? Ну да. Но это в силах ваших эти моменты как-то отодвинуть, закрыть их? Ну да. Я еще раз говорю, что сегодня я счастливый человек, у меня живы мама, папа, у меня дети, у меня любимая работа, и поэтому в этом плане, конечно. Я вам желаю, чтобы поменьше было моментов, которые препятствуют до полного счастья. Хотя, наверное, а оно нужно вообще полное счастье человеку, или может быть скучно станет? Ну это разные понимания. У кого полное, у кого жемчуг мелкий, у кого хлеб черстый. Поэтому здесь разное понимание. Ну вам нужно полное счастье? Ну мне нужно полное счастье, когда у меня хорошие друзья, друзья с детства, преданные друзья. Это у меня, еще раз говорю, у меня живы-здоровые родители, у меня брат, сестра, мои девочки, поэтому. Звучит все очень. Да, позитивно. Звучит все как счастье по-настоящему. Спасибо большое. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.